Когда человек первоначально претерпением страданий, деланием из скорби, совлечется ветхого человека, страстного, как новорожденный младенец, совлекается одежда, выносимая из матерних ложесн, тогда ум, возродившись духовно, делается способным приять созерцание Отечества своего. И созерцание сей бывает пищей ума, пока не придет оно в состоянии приять созерцание высшего первого созерцания. Потому что одно созерцание передает человека другому созерцанию, пока ум не будет введен в область совершенной любви. Любовь есть обитель духовного и водворяется в чистоте души. Когда ум встанет в область любви, тогда действует благодать. Ум приемлет духовное созерцание и делается зрителем сокровенного. Двумя способами, как я говорил уже, дается дарование откровений умного созерцания. Иногда дается по благодати за горячую веру, а иногда за делание заповедей и за чистоту. По благодати, как блаженным апостолам, которые не деланием заповедей очистили ум, а горячую верою. Потому что в простоте уверовали во Христа, а несомненно, с воспламененным сердцем последовали за Ним. И когда Христос совершил достопоклоняемое свое домостроительство, Он послал им Духа Утешителя, который очистил и усовершил ум их, и действенно умертвил внутри их ветхого страстного человека, и действенно оживотворил в них человека нового духовного. Так и блаженный Павел обновлен был таинственно, и потом приялся к взорцанию откровения тайн. Не написано, о чем Иисус беседовал с ним явно, но пишется, что сказал ему Анания. «Савв, брат, Господь наш Иисус Христос, явившийся на пути, послал меня к тебе, чтобы прозрели очи твои, и исполнился ты Духа Святого. И когда крестил Его, исполнился Он Духа Святого, и ощутил сокровенные тайны откровений, как совершилось сие и со святыми апостолами, в которые Господь Иисус говорил, «Многое имею говорить вам, но вы не можете вместить ныне. Когда же придет Дух Святой, Он оставит вас на всякую истину, и грядущее возвестит вам». 155. И блаженный Павел тогда именно, как приял Духа Святого, и обновился им, сподобился и тайн откровения, стал созерцать духом откровений, и услаждался созерцанием, слышал неизреченные глаголы, зрел созерцание высшей естества, торгался созерцаниями небесных сил, восторгался и услаждался духовным. И да не будет того, что в безумии своем утверждают еретики и их ктиты, будто бы этого восхождения достиг он по своему желанию. Ум вовсе не может восходить туда. Напротив того, Павел восхищен был Духом откровений, как сам написал в послании к Коринфянам. Вопреки этим суетным людям, которые уподобили себя святым апостолам, и мечты своих помыслов назвали духовными созерцаниями. В рассуждении людей, которые вспомнят страстей, входят в исследование о законах телесного и бестелесного, потому не отличаются от больных, преподающих правил о сохранении здравия. Одним из святых написано, «Блаженный Павел когда узнал об учениках, которые пренебрегали заповедями и не препобедили страстей, а однако ж вожделевали блаженство созерцаний и тайн, возможным лишь по очищению от них, сказал им, «Совлекитесь сперва ветхого человека страстей, и тогда вожделевайте обличься в человека нового, обновленного познанием тайн в подобии Творцу, и не вожделевайте моего и прочих апостолов блаженства, действенно совершенного благодатью, потому что Бог, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Ибо кто противостанет лицу его, или воспротивится воле его? Бог дарует иногда даром, иногда же требует дел и очищения, и потом уже посылает дар, а иногда и после дела очищения не дает здесь, но хранит, чтобы даровать созерцание на своем месте. Находим, что так поступает он и в рассуждении меньшего, в сравнении с этим даром, разумею, прощения грехов. Ибо вот крещение дарует даром, и совершенно ничего не требует, кроме веры. При покаянии же во грехах по крещении не даром прощает, но требует трудов, скорбей, печали, сокрушения, слез, долговременного плача, и потом уже прощает. Разбойник даром простил за одно исповедание словом на кресте и обетовал ему царство, а у грешницы потребовал та же веры и слез. Душа, которая любит Бога, в Боге и в нем едином обретает себе упокоение. Разреши прежде всякий в себе внешний союз, и тогда возможешь быть сердцем в союзе с Богом, потому что единение с Богом предшествует отрешения от вещества. Хлеб дается в пищу младенцу после того, как откормлен он молоком, и человек, который намерен преуспевать в божественном, желает прежде устранить себя от мира, как младенец от объятий сосов матерних. Телесное дело не предшествует душевному, как перст предшествовала душе, вдунутой в Адамах. Кто не снискал телесного делания, тот не может иметь и душевного, потому что последнее рождается от первого. Как волос из голого пшеничного, колос из зерна. А кто не имеет душевного делания, тот лишается и духовных дарований. Как за сеянием в слезах следует рукоять и радование, так и за злостраданием ради Бога последует радость. Сладок кажется земледельству хлеб, добытый потом. Сладки делания правды сердцу, приявшему ведение Христова. С благою волей претерпи и уничижение, и смирение, чтобы иметь в тебе дерзновение пред Богом. Человек, сведением терпящий всякое жестокое слово, когда сам не сделает предварительно неправды, изрекшему оное, хотя возлагает при этом на главу свой терновый венец, однако ж блажен, потому что нетленно увенчивается, тогда как и сам того не знает. Кто сведением убегает суетной славы, тот ощутил в душе своей будущий век. Кто бегает покоя в настоящей жизни, у того ум соглядал уже будущий век. А кто связан любостяжательностью, тот раб страстей. Не думай, что одно приобретение золота и серебра есть любостяжательность, оно есть приобретение чего бы то ни было, такого, к чему привязана воля твоя. Не хвали того, кто злостраждет телесно, но при этом дает волю чувствам, разумея же, слух, зияющие и неудержимые уста и блуждающие очи. Знай, что составляет грехи должникам, оставлять грехи должникам, принадлежит к делам правды. Тогда увидишь тишину и светлость повсюду в уме твоем. Если милостивый не бывает выше своей правды, то он не милостив. То есть настоящий милостивый не только дает людям милости ни с твоего собственного, но и с радостью терпит от других неправду и милует их. Кто душу полагает за брата, тот милостив, а не тот, кто подаянием только оказывает милость брату своему. И тот милостив, кто, если заушен братом своим, не возымеет столько бесстыдца, чтобы ответить и опечалить сердце его. Возлюби делание бдения, чтобы найти тебе утешение близким к душе твоей. Занимайся чтением в безмолвии, чтобы ум твой всегда возводим был к чудесам Божьим. Возлюби с терпением нищету, чтобы собрать воедино ум свой от парения. Возненавидь жизнь пространную, чтобы помышления свои сохранить безмятежными. Удерживайся от многого и заботься об одной душе своей, чтобы спасти ее от расточения внутренней тишины. Возлюби целомудрие, чтобы не постыдиться во время молитвы своей перед Богом. Стижи чистоту в делах своих, чтобы озарялась душа твоя в молитве и памятованием о смерти возжигалась радость в уме твоем. Не будь ленив делании в своем, чтобы не постыдиться, когда станешь среди друзей своих. Не связывай свободы свои тем, что служит к наслаждению, чтобы не сделать все тебе рабом рабов. В одеянии своем люби бедные одежды, чтобы уничижить рождающееся в тебе помышление, то есть высокоумие сердца. Кто любит блеск, тот не может приобрести свободных мыслей, потому что сердце внутренне настраивается по подобию внешних образов. За смиренно-мудрием следует воздержность и во всем ограниченность. Смиренно-мудрие по причине постоянного самоограничения приходит созерцание и душу украшает целомудрием. А тщеславие по причине непрестанного мятежа и смущения помышления своих из всего встречающегося собирает нечистые сокровища и оскверняет сердцу. Оно непотребным взором смотрит на природу вещей и занимает ум с равными представлениями. А смиренно-мудрие духовно благоустрояет себя созерцанием и приобретшего оное возбуждает к словословию. Лучше тебе самого себя разрешить от уз греха, нежели рабов освобождать от рабства. Лучше тебе умириться с душой твоей в единомыслии и тройственного в тебе состава, то есть тела души и духа, нежели учением своим умиротворять разномыслящих. Григорий говорит хорошо благословствовать ради Бога, но лучше всего для человека сделать себя чистым для Бога. Полезнее для тебя позаботиться о том, чтобы падшая в душе твоей от страстей восставить возбуждением помышлений своих к божественному, нежели воскрешать мертвых. Все дни жизни своей куда бы ты ни пришел, почитай себя странником, чтобы в состоянии быть тебе избавиться от вреда, порождаемого вольностью в обращении. Благословляй всегда устами и не будут тебя злословить, потому что от злословия рождается злословие, от благословения благословения. Во всяком деле почитай себя скудным, чтобы учить его всю жизнь свою и будешь оказываться мудрым. Не сообщай другому, чего сам не испытал, чтобы не было тебе стыдно себя самого и послечения жития твоего не открылась ложь твоя. Остерегайся читать теоретические учения, потому что это всего чаще может вооружать на тебя духа хулы. Часто и не зная сытости, читай в книгах учителей о промысле Божьем, потому что они руководствуют ум к усмотрению порядка в тварях и делах Божьих, укрепляют его собой своей тонкостью и приуготовляют его к приобретению святозарных мыслей и делают, что в чистоте идет он к уразумению тварей Божьих. Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию целой вселенной, чтобы ум твой погрузился в чудеса Божьи. Чтение твое добудет в невозмущаемой ничем тишине, и будь свободен от многопопечительности от тела и от житейского мятежа, чтобы ощутить в душе своей при сладостном уразумении самый сладостный вкус, превосходящий всякое ощущение, и чтобы душа ощущала это по пребыванию своему в том. Очищай душу свою, свергни с себя попечение о том, что вне твоего естества, на понятия и движения свои, повесь завесу целомудрия и смирения, и через это найдешь, что внутри твоей природы, потому что смиренным дается откровение тайн. Если намерен ты предать душу свою на дело молитвы, ощущающей ум, и на пребывание в бодрствовании ночи, чтобы приобрести светлый разум, то удаляйся от зрения мира, прекрати свидания с людьми, не принимай в келью свою по обычаю друзей, даже под видом пользы, кроме единонравных, единомысленных с тобой и сатаинников твоих. Бойся смущения душевной беседы и по отсечению внешней беседы с молитвой твоей сопряги милостыни, и душа твоя узрит свет истины. Ибо в какой мере сердце перестает тревожиться внешними предметами, в такой же ум может от разумений мыслей и дел божественных доходить до достижения и изумления. Ибо душе обычно скоро заменять одну беседу другую, если постараемся показать малую старательность 170, чтобы заменить одно собеседование другим, суетной душеспасительным, занимайся чтением писания и житиями святых. И когда встанешь на молитву и на правило свое, то вместо размышления о том, что видел и слышал в мире, найдешь в себе размышления о божественных писаниях, какие прочел, и этим размышлением приведется в забвение, что памятовал о мирском, а таким образом приходит ум в чистоту. И это значит написанное, что чтение помогает душе, когда встанет на молитву, и так же душа молитвой просвещается в чтении. И чтение опять вместо внешней примеси доставляет пищу разным видом молитвы, а потому чтением душа просвещается, чтобы всегда молиться неленостно и не смущенно. Плотолюбцам и чегоугодникам входить в исследование предметов духовных так же неприлично, как и блудницы разглагольствовать о целомудрии. Тело крайне болезненное, не терпить тучного в пищах, и ум, занятый мирским, не может приблизиться к исследованию божественного. Огонь не возгорается в сырых дровах, не возгорается, и божественная горячность не возжигается в сердце любящим покоя. Как тот, кто не видит своими глазами солнца, не может кому-либо описать его света по одному слуху, даже и не ощущает этого света, так и не вкусивший душой свои сладости духовных дел. Если имеешь что лишнее для дневной потребности, раздай то нищим, и иди с верновением приносить молитвы свои, то есть беседуй с Богом, как сын с отцом. Ничто не может так приблизить сердце в душе такой тишины, как произвольная нищета. Когда подаешь, подавай с великодушием, с ласковостью на лице, и снабди в большей мере, нежели сколько просят. Не старайся распознавать достойного от недостойного, пусть все люди будут у тебя равны для доброго дела. Ибо этим способом можешь и недостойных привлечь к добру, потому что душа посредством телесного скоро привлекается в страх потому что это поведет тебя к воздержанию, хотя бы ты и не хотел. Скульность во всем учит человека воздержанию. Одержавшие победу в брани внешней, разумею, в брань, воздвигаемую на душу чувствами, слухом, зрением и прочее, могут не бояться и брани внутренней. Когда человек затворит врата городские, то есть чувства, тогда ратует внутри и боится злоумышляющих вне града. Блажен, кто сам дел, но всю телесную деятельность свою обратил на молитвенный труд. В то время как Бог внутренне приводит сердце твое в умиление, непрестанно твори поклоны и колено в преклонение. Не попускай сердцу своему заботиться о чем-нибудь, если в это время демоны начнут убеждать тебя заняться другими делами. И тогда смотри и дивись, что произойдет у тебя из этого. Ничто другое в подвижнических борениях не бывает так важно и трудно и не возбуждает такой зависти в бесах, как если повергает кто себя перед крестом Христовым молясь день и ночь и бывает как бы связанными назади руками. Хочешь не охладить своей горячности и не обнищать слезами займись этим и блажен ты, если о сказанном тебе будешь заботиться день и ночь и не станешь домогаться ничего другого. Если не будешь подвизаться то не обретешь и если не будешь с горячностью ударять в двери и непрестанно пребывать при них в бдении то не будешь услышан. Пока внешний человек не умрет для всего мирского не только для греха но и для всякого делания и также и внутренний человек для лукавых мыслей и не изнеможет естественное движение тела до того чтобы не возбуждалась сердце греховная сладость да то ли и сладость духа божия не возбудится в человеке члены его не примут чистоты в жизни сей божественные мысли не войдут в душу его и пребудут неощутимыми и незримыми и пока человек сердце своем не приведет в бездействие попечения житейском кроме необходимых потребностей естества и не предоставит заботиться об этом Богу да то ли не возбудится в нем духовное упоение кто с убеждением и чувством держит в уме какому равенству ведет общий всех конец то для отречения от житейского не имеет нужды в ином учителе кто не удаляется добровольно от причин страстей тот невольно увлекается в грех причины же греха суть следующая вино женщины богатство телесное здоровье впрочем не потому что это суть грехи по самому естеству но потому что природа удобно склоняется этим в греховные страсти и поэтому человек должен тщательно остерегать этого людям гнусна нищета Богу гораздо более гнусны душа высокосерда и ум парящий у людей почетно богатство а у Бога досточестно душа смиренная если хочешь положить начало доброму деланию приуготовься сперва к постигающим тебя искушением ибо у врага в обычаи когда увидишь что с горячей верой начал кто-либо доброе житие встречать его разными страшными искушениями чтобы пришедший от всего страх охладел он в добром произволении и не имел бы уже горячности приближаться к богоугодному деланию потому готовься мужественно встретить искушения какие насылаются на добродетели и потом уже начинай их делания заповеди божьи выше всех сокровищ мира кто стяжал их тот внутри себя обретает бога кто упокоивается всегда в божьем попечении тот бога обрел дома приставником кто вожделевает исполнение воли божией тот небесных ангелов будет иметь путеводителями кто боится грехов тот беспреткновенно совершит страшное шествие и во время мрака перед собой и внутри себя обретет свет стопы боящегося грехов охраняет господь и во время поползновения предваряет его милость божия кто прегрешения свои почитает малыми тот впадает в худшее прежнего и несет седьмикратное наказание смирение посевай милостыни и пожнешь милость на суде чем погубил ты доброе тем снова приобретай то погубил ты целомудрие бог не примет от тебя милостын если пребываешь в блуде потому что хочет от тебя святыни тела и всякий недуг врачуется свойственными ему лекарствами ты побежден завистью для чего усиливаешься бороться со сном а не против зависти 180 пока проступок еще мало не созрел истреби его прежде нежели пустил он ветви в ширину и стал созревать не предавайся нерадению пока недостаток кажется тебе малым потому что впоследствии найдешь в нем бесчеловечного властелина и побежишь перед ним как раб узник а кто вначале противоборствует страсти тот вскоре возгосподствует над нею кто может с радостью принести обиду перенести даже имея в руках средство отразить ее тот приял утешение от Бога поверив в него и кто со смиренным мудрием терпит возводимые на него обвинения тот достиг совершенства и ему удивляются святые ангелы ибо никакая иная добродетель не будет столько высока и неудоба исполнима не верь себе чтобы ты силен пока не будешь искушен и найдешь себя неизменным не полагайся на силу свою чтобы не попущено было тебе пасть по немощи и тогда по собственному своему падению дознаешь немощь свою не доверяй своему знанию чтобы враг вошедший впосредство не уловил тебя своей хитростью не хвались никогда в речах своих делами своими чтобы не быть постыженным во всем чем не хвалится человек бог попускает ему изменяться чтобы он был уничижен и научился смирения возводи непрестанно око свое к богу потому что покров и промысл божий объемляет всех людей но он невидим а открывается разве только очистившим себя от грехов и помышляющим всегда о боге и притом о нем едином преимущественно же открывается им промысл божий когда ради бога входят они в искушение ибо тогда ощущают они промысл божий как бы усматривая его телесными очами сообразно с мерой причиной искушения какое постигает каждого из них что у подвижников всех возбудить к мужеству как было с Яковом Иисусом Новином тремя отроками Петром и прочими святыми которым по промыслу являлся в человеческом некоем виде ободряя и утверждая его в благочестии нужно ли говорить что о подвижниках чуждых для мира и об отшельниках они пустыню сделали градом обратили в селение и обитель ангелов к ним по благоустройству жития их всегда приходили ангелы и как ратники единого владыки по временам саратовали они друг другу они все дни жизни своей любили пустыню и из любви к Богу имели жилища свои в горах вертепах и пропастях земных как они оставя земное возлюбили небесное и соделались подражателями ангелов то и самые святые ангелы по справедливости не скрывали за это от них зрака своего и исполняли всякое желание их и во всем являли им всякую помощь 185 второй том добротолюбия страница 709 святого Исаака Сирианина подвижнические наставления кто 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 однажды навсегда посвятил себя Богу тот проводит жизнь в упокоении ума без нестяжательности душа не может освободиться от мятежа помыслов и не приведя в безмолвие чувств не ощутит мира в мысли не входя в искушение никто не приобретет духовной мудрости без прилежного чтения не узнаешь тонкости помыслов без тишины помыслов ум не подвигнется в сокровенные тайны без упования по вере душа не может отважиться смело на искушение не испытав явственного покровительства Божие сердце не в состоянии надеяться на Бога если душа сведением не вкусит страданий Христовых то не будет иметь общения со Христом кто милует нищего тот попечителем о себе имеет Бога и кто ради Бога обнищает тот обретет неоскудевающее сокровище Бог ни в чем не имеет нужды но увеселяется когда видит что человек упокоивает образ его и чтит тот ради него когда просит кто у тебя того что имеешь ты не говори в сердце своем оставлю это душе моей чтобы успокоиться в этом а этому подаст Бог из другого места потребное для него такие мысли приличны людям неправильным и не знающим Бога человек справедливый и добрый не даст чести своей иному и не попустит чтобы время благодати проходило без дела человек нищий и нуждающийся снабжается от Бога потому что Господь никого не оставляет но ты отослав от себя убогого уклонился от чести данной тебе Богом и удалил от себя благодать его поэтому когда даешь веселись и говори слава тебе Боже что сподобил меня найти кого упокоить если нечего тебе дать более радуйся и благодаря Бога говори благодарю тебя Боже мой что ты дал мне благодать и честь обнищать ради имени твоего исподобил меня вкусить скорби положенные на пути заповедей твоих в недуге ищите как вкушали святые твои шествовавшие путем этим естество наше стало удобоприемлющим себя страсти много искушений в настоящем мире недалеко от тебя зло оно источается внутри тебя и есть под ногами твоими как близки между собой веки на глазах так искушения близки к людям и Бог предустроил себе премудро для пользы твоей чтобы ты постоянно ударял в двери его чтобы страхом скорбного всевалось памятование о нем в уме твоем что приближался ты к нему в молитвах и сердце твое освещалось непрестанным памятованием о нем Бог не сотворил тебя недоступным ты скорбному чтобы и тебе возжелав быть Богом не наследовать того же что наследовал бывший первоначально Деницею и впоследствии за превозношение соделавшейся сатаною а также не сотворил тебя неуклонным и неподвижным чтобы не сделать тебе подобным естеству недушевленных тварей непрестанно ощущая себя перед Богом имея в сердце своем памятование о нем чтобы пробыв долго без памятования о нем не оказался ты не имеющим дерзновения когда приходишь к нему ибо дерзновение перед Богом бывает следствием частого с ним собеседования и многое молитвы сношение с людьми бывает посредством тела а сношение с Богом посредством душевного памятования о нем внимания к нему в молитвах и всецелого ему себя предания долговременным сохранением памятования о Боге душа по временам приводится в изумление и удивление да возвеселится сердце ищущих Господа взыщите Господа осужденные и утвердитесь надеждой взыщите лица его покаянием и осветитесь святыней лица его и очиститесь от грехов своих когда на неправедного находит искушение не имеет он упования чтобы призвать Бога и ожидать от него спасения потому что во дни упокоения своего удалялся от воли Божьей прежде нежели найдет на тебя скорбь молись Богу и во время горести найдешь его и он услышит тебя ковчег ноев приготовлен был во время мира и древа его обделаны за 100 лет а во время гнева неправедные погибли праведник уже стал он по кровам 190 в ком мир мертв те с радостью терпят обиды а в ком мир жив те не могут терпеть обиды но движимое тщеславием гневается и от неразумного движения приходит смятение или объемлится печалью кто кто хочет кто хочет преуспеть в добродетели терпения обид и великодушия тому нужно удалиться от своих родных и сделать состранником потому что в отечестве своем невозможно преуспеть в этой добродетели одним великим и сильным свойственно переносить такие страдания среди своих родных и могут сие только те в ком умер этот мир потому что они уже не чают никакого утешения в настоящем веке как благодать близка к смиренно мудрию так болезненные приключения близки к гордыне очи господни на смиренно мудрых чтобы возвеселить их лицо же господне против у горды чтобы смирить их будь удобно пренебрегаем великости твоей а невеличающимся в малости своей кто стремится за честью от того бежит она вперед а кто убегает от чести затем гонится она сзади кто алчат и жаждет ради бога того упоет бог благами своими кто терпит наготу ради бога тот облекается им вризу нетлений и славы кто обнищивает ради бога тот бывает утешен истинным его богатством всю жизнь свою признавай себя грешником чтобы во всей жизни своей быть тебе оправданным обращайся с имеющими смирение и научишься их нравом пусть всегда будет у тебя в нраве ко всем быть благоприветливым и почтительным на пользу душе бог попустил чтобы она была доступна страстям не усмотрел же полезным поставить ее выше страстей прежде второго паки бытия и душе быть доступным страстям полезно для уязвления совести пребывать же в страстях нагло и бесстыдно как от чьего угодия рождается мятеж помыслов так от многословий бесчинных бесед бессмыслей и выступлений ума из своего чина попечения вещах житейских приводит смятение души и смущение ими смущает и лишает тишины ум иноку иноку посвятившему паузы ими судя ими 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 А потому ничего и не пожинают. Как сеющий в керни ничего не может пожать, Так губящий себя злопамятностью и любостяжанием, Ни в чем не может успеть, Но стенает на ложе своем от бессония По причине гнетущей его заботы о делах. Если душа просияла памятованием о Боге И неусыпным бдением день и ночь, То Господь устрояет там, внутри, Как рождение ее облако, осеняющее ее днем И светом огненным озаряет ее ночь. Во мраке ее просияет свет. 195. Как облако закрывает свет луны, Так испарение наполненного чрева Изгоняет из души Божию премудрость. Что пламени огнены в сухих дровах, То и тело при наполненном чреве. Как одно горючее вещество, приложенное к другому, Увеличивает огненный пламень, Так разнообразие брашен увеличивает Походное движение в теле. В сластолюбивом теле не обитает ведение Божие, И кто любит свое тело, тот не улучшит Божие благодати. Как в болезнях рождение происходит на свет плод, Веселящий родившую, Так при томлении гортани рождается в душе плод, Ведение тайн Божиих. Как отец заботится о чадах, Так и Христос печется о теле злостраждущем ради его, И всегда бывает близ уст его. Тот странник, кто мысли своей стал вне всего житейского. Тот монах, кто пребывает вне мира, И всегда молит Бога, чтобы улучшить ему будущее благо. Богатство монаха утешение, находимое в плаче, И радость от веры, воссеивающая в таинниках ума. Тот девственник, кто не только сохранил тело, Не оскверненное плодским совокуплением, Но стыдится даже малейшего о том напоминания. Если любишь целомудрие, Отгоняй срамные помыслы упражнением в чтении, Продолжительной молитвою, И тогда будешь иметь оружие против естественных к тому побуждения, А без этого невозможно увидеть в душе чистоту. Если ты истинно милосерд, То, когда отнято у тебя свое, Не скорби.